Я уже бегаю, здоровая, как обычный человек. Операцию Светлане провели три дня назад. Дробили лазером камень 2 на 1,5 сантиметра. И если раньше, после проведения хирургических вмешательств, пациентка восстанавливалась дней 10, то сейчас она уже готовится к выписке. С помощью нового аппарата урологи 11-й горбольницы сделали несколько операций. Сегодня нам показали, как такие эндоскопические вмешательства проходят. Ну что, давай второе еще. От почечного камня остается только пыль, которая легко выходит из организма практически безболезненно. И это еще не все преимущества новой медицинской техники над той, которую использовали ранее. Там три в одном, даже четыре в одном. Мы можем удалять опухоли любой локализации мочеводящих путей. Это раз. Дробить камни любой локализации мочеводящих путей. Это два. Три. Удалять аденому, причем любых размеров. И четыре. Рассекать эндоскопические любые структуры тоже мочеводящих путей. К слову, урологи 11-й горбольницы уже третий в Барнауле, кто опробовал лазер, что называется, в деле. До них это сделали врачи краевой клинической и госпиталя для ветеранов. Все остались довольны. И, как поделились с нами, мечтают работать такими аппаратами. Правда, стоят они недешево. От 6 до 9 миллионов рублей. Но если купить несколько, цена упадет значительно. Нам надо минимум 6 лазеров, для того, чтобы мы могли накрыть весь край этой высококвалифицированной помощью. А реально сколько приобрести, как вам кажется? Ну, это вопрос не ко мне, а к Минздраву и к Министерству финансов Алтайского края. Потому что, может быть, это удастся сделать в рамках программы «Мужское здоровье», которая еще проходит и не закончилась. Может быть, удастся получить доп. финансирование. Отечественный лазер пробудет в городской клинической больнице номер 11 целый месяц. И за этот период удастся помочь, по словам главного врача, почти 80 пациентам. Вот только нуждающихся в крае тысячи. Так что следующая задача, которая будет стоять перед урологами после апробации, если она будет действительно удачной, цитирую, выбить под закупку финансирование. Ведь работать старыми импортными лазерами можно, но они часто ломаются. И на их ремонт уходит тоже немало средств. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.